Ну что же, из того, что было интересным на 18 августа, так вот в 1862 году, это 150 лет назад, в Миннесоте началась война, так скажем, американцев с индейцами Сиву. Они жили-жили себе в резервациях, ну как бы все голоднее и голоднее, начали вымирать, возмутились и как бы вышли на тропу войны. Ну, война с регулярной армией против луков, это, конечно, дело, так скажем, почти безнадежное. Когда они были измотаны, вот часть ушла на другую сторону реки Миннесота, кстати, Миннесота переводится как грязная река, вот на английскую территорию, так скажем. Ну, попозже-то им разрешили, те, кто ушли за реку, разрешили остаться там, но, тем не менее, вот у англичан эту часть территории потом тоже выкупили. И вот, как бы, такая вот неудачная война получилась индейцев. 300 индейцев, значит, было схвачено, приговорено к смертной казни, но Аврам Линкольн как бы отменил эту казнь, вот разрешил только 38 человек казнить. 38 человек расстреляли. Был, кстати, там такой интересный персонаж Усиу, вождь маленького племени по имени Вороненок. Так вот, у него, значит, в его племени было, значит, 6 мужчин, не, вернее, 6 женщин и 10 мужчин. Это такое маленькое обособленное племя, и, тем не менее, они очень долго смогли противостоять 5000-му полку, который их пытался поймать, 5000, значит, американцев и 3000 мексиканские резервисты тоже туда за ними гонялись. Вот, итого, 8 тысяч человек не могли, как бы, вот, всего-то навсего 16 человек, как бы, уничтожить. Вождь, значит, очень умел, ну, так скажем, в те времена это была, как бы, партизанская война, очень умело использовал, значит, местность, Такие рапирные удары наносил, наносил, да, вот, из 600 мексиканцев уничтожили, и потом со своим, значит, маленьким племенем ушел за реку, на английскую территорию, И вот, умер вообще смешно в возрасте 80 лет от пневмонии, а так мог бы, конечно, ну, как получилось, так получилось. Ну, вот, хотелось бы еще на ночь глядя, значит, легенды, две легенды индейцев племени Сиву рассказать. Вот, первый белый лебедь. Эту историю рассказал Черный Ястреб, вождь индейцев племени Сиву. В давние времена на острове Су-Сен-Мари жил индейский юноша. Каждое утро отправлялся на своем кануэ проверить силки, которые стоял на дичь. И однажды встретил в зарах слез тростника красивую девушку. Девушка была не индейянка, белая. Каждое утро проплывая на сноем кануэ, и каждое утро девушка появлялась на берегу. Вскоре они познакомились, он узнал, что она дочь белого, проживавшего неподалеку, и что родина ее далекая Англия. Мало-помалу они лучше узнали друг друга, полюбили и сговорились пожениться. Теперь юноша дня не мог прожить, чтобы не повидать свою белую лебедь, так он называл девушку. Но вот однажды случилось, она не пришла на берег. Юноша обыскал тростник, где обычно стояла ее кануэ, но ни девушки, ни кануэ не нашел. Огорченный отправился он к своим селкам, а на обратном пути вдруг услышал лебединые крики. Он поднял голову и увидел высоко в ней белую лебедь, она летела на восток. Долго смотрел на ей след. Причувствую недобрую, он пошел к вождю племени, чтобы расспросить его и узнать, что хотел сказать лебедь своим криком. Ведь известно, вождями индейцы выбирают самых мудрых. Вождь выслушал юношу и сказал, ты никогда больше не увидишь свою белую девушку, она для тебя навсегда исчезла. Вскоре молодой человек убедился в этом. Родители девушки, узнав, что дочь слишком много думает о молодом индейце, а на такое бракание бы никогда не согласились, поспешили отправить дочь в Англию. Больше юноша ее никогда не видел. Он еще и сейчас жив, и до сих пор вспоминает свою белую лебедь. Ну и еще одна сказка, значит. Как Висакю отучила оленя охотиться на людей. В далекие времена многие лесные звери охотились на людей. Как-то раз Висакю отправился путешествовать и встретила оленя. Куда ты, брат мой, остановил ее Висакю. Лучше не спрашивай, охочишь на людей. Ты, кстати, не видел поблизости человека? Видел. Он в одном миле отсюда. Олень побежал искать, а Висакю набрал мешок диких яблок, вынулся в глине, чтобы не было узнанным, и взвалил мешок на спину и отправился дальше. Вскоре он снова повстречал оленя. Не признав Висакю, олень в два прыжка настиг его и ухватился за мешок с яблоками, решив, что это спина, а не мешок. Дикие яблоки оказались до того кислыми, что олень тут же выпустил добычу. И еще и долго тряс головой, и отплевывался, пытаясь прийти в себя. С той поры все олени, помнив вкус диких яблок, берутся подальше от человека. Ну вот такие сказки на сегодня. Вот такая история.